Сквер Дзержинского готовят к Новому году. На аллее установили пять арок, а сегодня монтируют освещение. К концу недели обещают закончить. Конструкция образует светящийся тоннель. Жители Омска поделились с нами своими впечатлениями. Всё красиво, на Новый год радует глаз, настроение поднимает. Мне нравится. Вот именно здесь мне нравится. А так я ещё не видела сильно. Вот я иду смотреть. Сейчас красили, ремонтировали. Вот сейчас посмотрю. В администрации разработали концепцию новогоднего оформления в основе бренда Омска ОК. Его создали ко дню города. К Новому году добавили зимние символы – ёлку и снежинки. Такое изображение украсит фасады, фонарные столбы, рекламные вывески. Мы показали мечам один из новогодних логотипов, и вот что думают люди. Символ хорошо, сочетаются цвета. Чудесно. Хотелось бы что-нибудь, не знаю, побольше. Ну, красного очень много. Омск. Красный, почему, непонятно. На улице Гагарина возле администрации появились ёлки, а на клумбах – гирлянды. Кроме праздничных баннеров и билбордов, город украсит цветовой иллюминацией. Оформлен у нас будет Комсомольский мост, улица Гагарина, Соборная площадь. Будут оформлены улицы Партизанская, часть улицы Ленина, улица 60 лет Победы, мост Ленинградский. То есть это вот те места, основные магистрали, которые у нас являются транспортными развязками основными. Мэрия Омска пообещала удивить новым световым оформлением, а что именно изменится, пока держат в секрете. Ночное украшение уже можно увидеть на юбилейном мосту в виде звёзд. В парке «30 лет ВЛКСМ» поставят снежный городок с ледяными скульптурами. Сам комплекс будет состоять из четырёх горок. Горки будут работать в абсолютно бесплатном, свободном режиме. По горкам будут вывешены рекомендации, на чём там можно кататься. Соответственно, горки, самая большая горка сгвоенная вот здесь 6 метров, далее у нас 5-метровая, две горки по 3 метра. На центральной площади снежные лабиринты и ёлку. В Советском парке появится каток, ёлка и горка со световым туннелем. Все горки бесплатные. Ежегодно в городе проводят конкурс на лучшую дворовую ёлку. Для участия нужно подать заявку в КТОС с 1 по 10 декабря. В это же время в городе полностью установят ночное освещение, а к 20 числу новогодние баннеры и пану.